240 тонн снега в час будет перерабатывать новая снегоплавильная станция. Ее строительство начнется уже 1 ноября. Инвестиционный проект обещает окупить себя за 5 лет. Финансовые вливания в регион в непростой экономической ситуации сократились. Необходимо повышать привлекательность Самары для инвесторов, подчеркнули на Первом координационном совете при главе города. Даже областные проекты без активного участия администрации городского округа Самары сегодня не реализуются. Представители администрации города являются постоянными членами инвестиционного совета при губернаторе Самарской области, межведомственных рабочих групп по сопровождению инвестиционных проектов. Уже идет строительство научного комплекса «Гагарин-центр» и завода по переработке и утилизации отходов. Платные парковки, дельфинарий, зоопарк, музей рок-н-ролла, реконструкция двух кинотеатров. Больше 10 инвестиционных проектов находятся в разработке. Чтобы воплотить их в жизнь, необходимо активное участие администрации города и районов, профильных департаментов, чтобы убрать бюрократические барьеры, упростить процедуру оформления документов. Может быть, стоит подумать о том, чтобы были действительно какие-то площадки, комиссии, которые могли бы понимать, какие узкие места есть в реализации инвестиционных проектов, и эти узкие места формализовать, чтобы могли соответствующее решение управнические принимать. Либо вносить изменения в законодательство, либо менять нашу внутреннюю нормативную правовую базу. Интерес к Самаре проявляют и за рубежом. Так, австрийские бизнес-партнеры, возможно, будут участвовать в строительстве и реконструкции больниц. А инвесторы из Южной Кореи заинтересованы в создании культурно-досугового центра. Значительный инвестиционный интерес прогнозируют после проведения чемпионата мира по футболу. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События.